МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире выпуск новостей информационного агентства Курганру в студии Елены Шевкуновой. Коротко о главном. Жилье детям в Курганской области на обеспечение сирот жильем направят более полумиллиарда рублей. Промышленность Зауралия, Катайский насосный завод, является примером устойчивого развития в кризисных условиях. Государственная дума, депутат Госдумы от Курганской области рассказал, как работает Нижняя палата российского парламента. Деньги на свой угол. Более полумиллиарда рублей в Курганской области направят на обеспечение детей-сирот жильем. Подробности далее. Более полумиллиарда рублей потратят в Курганской области на обеспечение жильем сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Об этом на аппаратном совещании в региональном правительстве рассказал директор Департамента имущественных и земельных отношений Михаил Герштанский. В текущем году для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа в областном бюджете предусмотрены объемы бюджетного станцирования в следующих размерах. Областной бюджет 522 миллиона рублей, в субсидии с федерального бюджета более 81 миллиона 500 тысяч рублей. Сейчас заключено уже более 200 государственных контрактов. Их должны выполнить в этом году. В частности, это касается предоставления жилья в Кургане, Притобольном, Мишкинском, Макушинском районах и селе Китова. Однако не все муниципальные образования Курганской области готовы предоставить помещения для нуждающихся. В настоящее время практически не ведется строительство в Юргомышском, Альмениевском, Шумихинском районах и городе Щучье. Глава региона отметил, что в этом году необходимо освоить все выделенные средства и обеспечить как можно больше сирот жильем. Все деньги, которые у нас предусмотрены по федеральному, это 81 миллион и 522 миллиона. А в основном бюджета не должно быть полного племя. В этом году сурат. Василий Сысуев, Дмитрий Тихонов, Александр Карпов, информационное агентство Курган.ру. Он просто хотел домой. В Курганской области на пункте пропуска Петухова поймали очередного нарушителя государственной границы. Гражданин Киргизии попался с поддельным паспортом. Иностранец потерял документ, когда находился в Москве. А в последующем просрочил срок действия свидетельства на возвращение в Киргизию. Решить эту проблему ему помогли мошенники. За крупную сумму денег они изготовили ему поддельное удостоверение личности. В Москву я хотел возвращения родины, получать, потеряв паспорт. Мне предлагали готовить паспорт, чтобы уехать в родину. Я взял этот паспорт, хотел уехать в родину. В настоящее время в отношении гражданин Киргизии возбуждено уголовное дело за покушение на незаконное пресечение государственной границы Российской Федерации. Решением суда подозреваемый арестован и помещен в СИЗО города Кургана. В ходе рабочего визита в Катайский район губернатор Курганской области встретился с генеральным директором Катайского насосного завода. Предприятие является крупным производителем высококачественных центробежных насосов. Функция Катайских насосов – перекачивание воды, растворов, кислот, а также нефтепродуктов из жиженного газа. Сфера применения – предприятие нефтехимической, горнодобывающей, перерабатывающей и металлургической промышленности. Здесь производят более 350 наименований продукции. На заводе работает более 760 человек. По первому полугодию завод вышел в прибыль по сравнению с 2016 годом, когда у нас была достаточно сложная ситуация, были определенные убытки на заводе, связанные в основном с рыночной ситуацией. На сегодняшний день у нас готова отчетность, 6 миллионов прибыли, пусть немного, но она уже есть. У предприятия нет задолженности по заработной плате и налогам. Все платится в строгом соответствии с теми графиками, с теми требованиями, которые налога выставляет. У предприятия сформирован портфель заказов на весь год. Контракты на второе полугодие 2017 года все понятны. То есть завод в 2017 год мы тоже закончили с прибылью. На заводе реализуется программа модернизации оборудования. Мы покупаем двухполетный крупный достаточно обрабатывающий центр. Это только первая единица из того, что мы наметили. Чуть позже готов доложить полностью о наших ближайших планах по модернизации завода. Глава за Урале остался доволен услышанным. Устойчивое, хорошее предприятие. В ближайшее время при следующем визите, я думаю, уже мы более подробно разберем ситуацию по градообразующему предприятию Катайский насосный завод. Это градообразующее предприятие не только для города Катайска, но и в целом для Катайского района. Антон Тиженков, Николай Волков, Александр Немков. Информационное агентство Курган.ру. А кто будет работать? Курганская область испытывает потребность в кадрах агропромышленного комплекса. О том, как в Заурале решается эта проблема, расскажет наш корреспондент Василий Сысоев. Агропромышленный комплекс Курганской области нуждается в кадрах. В этой сфере требуются специалисты как с высшим, так и со средним специальным образованием. Вопрос заключается только в подготовке профессионалов. Как раз такой фермой по выращиванию работников является Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Мальцева. Здесь работа по воспитанию будущих аграриев начинается еще со школьной скамьи. В частности, вуз сотрудничает с Честозерской средней школой. Наша академия предлагает учащимся средних школ получать профессиональные знания, первоначальные профессиональные знания. Мы встраиваемся в учебный процесс средней школы и рассказываем ребятам о будущей профессии, насколько это интересно. Одними из самых востребованных специальностей академии является технология переработки сельхозпродукции, агроинженерия и пожарная безопасность. Однако утолить потребности региона в кадрах на сегодняшний день проблематично. Образование играет в этом вопросе важную роль. Потребность, она есть и практически во всех направлениях. На сегодняшний момент мы с учетом программы, которую реализуем, это грантовая поддержка начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм, у нас одно из требований наличие базового образования. Потому что мы понимаем, что есть самородки, которые могут без образования, при этом очень успешно развивать аграрное производство или перерабатывающие производства. Но таких самородок, к сожалению, немного. По мнению первого заместителя губернатора, директора департамента агропромышленного комплекса Курганской области Сергея Пугина, одной из приоритетных задач для молодого поколения должно быть развитие собственного региона. Самый простой способ уехать. Типа, ребят, да, здесь проблем много, поэтому я поехал и буду строить там свою жизнь. А самая интересная и сложная задача это сделать, чтобы здесь было лучше. Василий Сысуев, Владислав Базалев, Александр Карпов, информационное агентство Курган.ру Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Халманских поддержал инициативу губернатора Курганской области Алексея Кокорина провести форум молодежи Уральского федерального округа «Утро-2018» на территории Зауралья. Полпред выразил уверенность, что подготовка и проведение мероприятия пройдут на высоком уровне. Предполагается, что форум будет организован в Щучанском районе. Площадками для его проведения станут гостиничный комплекс Училища Олимпийского резерва и городок специалистов. Эту территорию отличает развитая транспортная инфраструктура. Ранее здесь проходил региональный молодежно-образовательный форум Зауралья-2017. На территории будут созданы все условия для обучения спортивных и творческих мероприятий. Ожидается, что на форум приедут около 2000 участников из регионов Уральского федерального округа и других субъектов России. В ближайшем будущем специалисты приступят к разработке новой программы, которая будет создаваться при участии активных участников форума в прежних лет. Вместе с лидерами молодежных сообществ будут определены тематические площадки, которые будут работать на форуме. Немного федеральной повестки. В ходе домашней недели депутат Государственной Думы Российской Федерации Василий Шишкоедов рассказал, как работает Нижняя палата Российского парламента. Прозвучали неожиданные признания. Курганскую область посетил депутат Государственной Думы Российской Федерации Василий Шишкоедов. Помимо встречи с губернатором он посетил Половинский район, где встретился с активом чиновниками, предпринимателями, аграриями и деятелями культуры этого района. Василий Михайлович рассказал, как работает Нижняя палата Российского парламента. Дума седьмого состава представлена 450 депутатами. Надо сказать, что ряд депутатов вот за этот отрезок времени год еще не проработали, 10 месяцев сложили свои полномочия. К принятию такого решения привела принципиальная позиция председателя Думы Вячеслава Володина. Василий Шишкоедов характеризовал его так. Сильный, подготовленный, профессионально грамотный руководитель, жесткий политик. По словам депутата Вячеслав Володин, когда его избрали председателем Думы, сразу сказал, так как работали Думы предыдущих составов, мы работать не будем, и закрутил гайки. Там так было. Олигархи пришли на заседание один раз в месяц, уехали и не является, еще когда-то приехали, сейчас он жестко поставил вопрос, избрались в Думу, будьте добры, работайте. Вот они потихоньку начали писать заявление, уходить. В новом составе Думы образовано 26 профильных комитетов. Василий Шишкоедов входит в аграрный. Перед ним поставлена задача о развитии агропромышленного комплекса нашего государства. А на сегодня президент поставил задачу, что аграрный сектор экономики должен быть одним из приоритетных. Мы с вами прекрасно понимаем и знаем, статистика даже доказывает, одно рабочее место в сельском хозяйстве дает 15 рабочих мест в смежных отраслях экономики. Стратегическая цель – обеспечение продовольственной безопасности страны и возвращение международных рынков сбыта сельскохозяйственной продукцией, которую мы утратили после развала Советского Союза. Турки говорят, продайте нам пшеницу, у нас все есть, мы из вашей пшеницы выработаем любую продукцию, а мы пытаемся сегодня поэтапно, частично отвоевывать эти рынки и пытаться производить продукцию на своей территории. Добавим, что на сегодняшний день, по словам Василия Шишкоедова, Россия вручает от продажи продовольствия за границу столько же, сколько от продажи военной техники. Екатерина Юшина, Николай Волков, Дмитрий Тихонов, Александр Карпов, информационное агентство Курган.ру. Курган посетила Дорожная инспекция Общероссийского народного фронта. Она сделала три вывода. Дороги, отремонтированные в прошлые годы, находятся в хорошем состоянии. Ответственные организации не огораживают аварийные участки дорог. Общее качество курганских дорог ниже среднего. В Курганскую область посетила Дорожная инспекция Общероссийского народного фронта, который возглавляет Владимир Путин. Эксперты из Москвы проверили гарантийные участки дорог областного центра, а также те участки, которые были отмечены горожанами в народном голосовании на сайте карты убитых дорог. Это проект Общероссийского народного фронта, карты убитых дорог, который нужен для того, чтобы ремонтировать дороги с учетом мнения граждан. Потому что в последнее время складывается такое впечатление, что чиновники ездят по другим дорогам и ремонтируют не те дороги, которые хотелось бы, за которые мы платим с вами налоги. В Курганской области на карту убитых дорог добавлено около 100 магистралей. Их основная масса сконцентрирована в Кургане и Шадринске. Составлен топ-10 самых нуждающихся в ремонте дорог. Большинство из этих улиц нанесены, точнее находятся в планах ремонта текущего года. По некоторым улицам есть понимание, что они будут включены в планы ремонтной кампании 2018 года. В процентном соотношении не подсчитывали, но допустим из топ-10 процентов 70, а в планы внесены уже. В текущем году в областном центре будут отремонтированы улицы Станционная, Коля-Миготина, Невежина и Химашевская. На некоторых работы уже начаты, но технология их проведения вызвала опроверяющих замечания. Так, на улице Станционная уложен черновой слой асфальта. Утопленный в него канализационный люк не огражден. Водитель, зазевавшись, может угодить в него колесом и повредить автомобиль. Причем такое, говорят, уже было. На улице Химашевской прошлой осенью сняли верхний слой асфальта. Новые уложить не успели, пошел снег. Сейчас вся дорога в выбоинах. Их размеры превышают допустимые. Такие ямы должны заделываться в течение 10 суток после их обнаружения. Но почему-то их никто не видит и не заделывает. Они являются аварийноопасными, потому что если машина на скорости прилетит, она может вылететь либо на встречную полосу, либо на тротуар. Представитель городских властей сообщил, что ямы засыпают щебенкой, но машины ее убивают. Мы планируем в ремонт нецелезообразно использовать бюджетные средства на ямочный ремонт, потому что это все включено в муниципальный контракт с МЕТУ. На улице Держинского, возле 9-й школы, проверяющие нашли еще один дефект. Огромную просадку асфальта. Ее глубина оказалась 23 сантиметра, хотя максимально допустимая 5. Почему перед этим местом не высадены никакие знаки, обозначающие этот дефект, нам не ясно. Потому что все-таки дефект является опасным. Здесь проходит общественный транспорт и также здесь рядом находится школа. Здесь входят дети и если что, то может все закончиться очень печально. Ограда места просадки стояла, но сейчас она покоится на тротуаре с другой стороны дороги. В целом состояние курганских дорог оставило у московских экспертов двоякое впечатление. 50 на 50. Гарантийные дороги нас порадовали, я честно скажу. Мы поставили хорошую оценку. То есть, видимо, дороги, которые все-таки сейчас ремонтируются в последнее время, они находятся в хорошем состоянии. Но мы недоумеваем, почему остальные дороги, по ним не ведется претензионная работа. Почему много дорог находятся в аварийном состоянии и аварийные ямы не исправляются. На просьбу корреспондента Курган.ру оценить состояние городских дорог по пятибалльной шкале участник рейда ответил. Нет, ну это точно ниже среднего. И мы будем все-таки рейтинги подводить, когда мы проедем всю страну, чтобы было с чем сравнивать. Но уже сейчас видно, что это оценка ниже среднего. Антон Тиженков, Николай Волков, Дмитрий Тихонов, Андрей Вахарев, информационное агентство Курган.ру. На сегодня это все новости. Остальные можете прочитать на сайте Курган.ру. Впереди вас ждут программы «Здоровый интерес», реклама и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Август всегда щедро дарит нам свежие овощи, фрукты, грибы и ягоды. Хорош бархатный сезон и для отпусков. Сегодня в программе «Здоровый интерес» расскажем, как провести погожие деньки, не омрачненные пищевыми отравлениями и другими недугами. В студии Алексей Старцев. Здравствуйте. Ежегодно в мире от ротовирусных инфекций умирает около 450 тысяч детей в возрасте до 5 лет. В подавляющем большинстве это касается стран с низким уровнем дохода. Однако российским родителям также не стоит расслабляться. Совсем недавно мы даже не знали об этом. Энтеровирусных и ротовирусных инфекций стоит опасаться даже взрослым. Как они попадают в наш организм и чем это грозит – советы ведущих специалистов далее. Кишечный грипп. Название, ярко описывающее течение болезни, сочетается с респираторными синдромами, но не имеет никакого отношения к простуде. Ротовирусные инфекции. Острое начало и умеренно выраженные симптомы. Лето – один из пиковых сезонов для их распространения. Вообще она сестра УРВИ, грубо говоря. То есть это повышение температуры, слабость недомогания, возможно появление боли в животе, жидкий стул, там однократная, аккуратная работа. Чаще всего это не соблюдение правил личной гигиены, это не моют руки перед приемом пищи после туалетов, либо через продукты, которые подверглись плохой термической обработке. Главный путь передачи – фекально-оральный. Именно поэтому медики прозвали ротовирус болезнью грязных рук. Часто дети ее подхватывают в детских садах и школах. Какие основные правила профилактики? Это, конечно же, соблюдение личной гигиены, мыть руки. То есть использовать воду для питья кипяченую, либо бутылированную. То есть если все-таки люди отдыхают на природе, то никаких из открытых водоемов, никакое использование воды. И, конечно же, прежде всего это правильно термически обработанная пища. Овощи и фрукты, какими бы свежими они ни были, в обязательном порядке должны быть промыты чистой водой. Для лучшего эффекта специалисты советуют их ошпаривать кипятком. Особую осторожность проявляйте при покупке сезонных фруктов. Лучше довериться интуиции и покупать целый арбуз, не надрезать его. Естественно, после того, как несколько раз этим грязным ножом, неизвестно где он лежал, надрезают арбуз, конечно же, сразу же происходит обсеменение продукта. И пока вы его донесли до дома, то, естественно, все уже будет заражен продукт. С грибами еще сложнее. Во-первых, вы должны быть уверены, что перед вами съедобные, а не лжесобратья. Во-вторых, где они собраны? В чистом лесу на обочине дорог, вблизи мусорных полигонов. Помните, грибы являются тяжелой пищей, могут быть аллергенными. Готовить нужно строго по правилам. Теплая и влажная погода способствует распространению и энтеровируса. Источником инфекции, как правило, является больной человек, либо носители. Особо опасными являются больные с легкими формами, либо с истертым или бессимптомным течением инфекции. Энтеровирус относится к острым кишечным заболеваниям. Главное его отличие – высокая устойчивость во внешней среде. Отмечается как легкое течение болезни, так и серьезное осложнение. Вплоть до поражения центральной нервной системы и почек. Причина – в отсутствии гигиены после туалета. Прекрасная возможность подхватить энтеровирус в водоемы. Поэтому думайте, где вы спасаетесь от жары. Врачи настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением и при первых же симптомах обращаться в поликлиники. При соблюдении всех рекомендаций доктора, пациенты выздоравливают за 2-3 дня. Диарея – защитная реакция организма, которая может и убить. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от нее умирает более 500 тысяч детей. В большинстве случаев причинами стали вирусные кишечные инфекции. Отдыхать здорово. Однако помните, именно на летнее время приходится всплеск кишечных заболеваний. И как ни странно, это связано с купанием на водоемах, выездами на природу и употреблением фруктов и овощей. Как это на днях произошло с 10-летней Викой. Живет с родителями в дачном поселке. И как озорной Том Сойер встает рано и сама себе хозяин. На дворе лето и попробовать хочется все и сразу. От задора не осталось и следа, вспоминает ее мама Ольга Владимировна. Родители порядком перепугались за состояние дочери. В 5 утра у меня температура, рвота, понос. Вызвали доктора, приехал доктор. Ну, вроде бы ничего серьезного. В общем, оставили нас дома. Потом стало хуже. В 40 температура она уже бредить начала. Тут уже ругаться и бить меня. Где-то, может быть, арбуз поела, или воды, или еще ягоды. Может быть, на дороге тут же, в дачном поселке. Врачи диагностировали кишечную инфекцию. Хвалят, что мамочка среагировала оперативно и не занималась самолечением. В регионе были случаи, когда родители затягивали обращение к медикам. Дети погибали. В прошлом году взрослых с кишечными инфекциями у нас пролечилось примерно 450 человек, а детей 820-830. В этом году взрослых уже 226, а детей уже почти как в прошлом году 720 человек. Регулярно взрослые попадают к нам уже на поздних сроках болезни, когда у них даже развивается транзиторная почечная недостаточность. То есть сидят дома без воживания, доводят уже чуть ли не до крайней степени в результате, когда уже уменьшается количество мочей и приходится достаточно интенсивно таких пациентов лечить. Инфекционисты считают кишечную инфекцию коварной и опасной. Под ее маской могут скрываться многие заболевания, начиная от хирургических, заканчивая неврологиями, инсультами, инфарктами и даже сахарным диабетом. Одни могут отделаться легко, другие оказаться в реанимации. Особо опасно для детей быстрое обезвоживание организма. Важно как можно раньше обратиться к врачу, а дома иметь правильную аптечку. Ну, уже, наверное, все знают, дают уголь, смекту, энтерофорил очень часто используют у детей и различные препараты, содержащие бактерии, линок, соципол. Лекарства можно дать, но при кишечной инфекции, вообще самым основным лечением, которое очень часто кажется несерьезным и очень простым, и родители с недоверием к нам относятся, когда мы им об этом рассказываем, Самое основное – это так называемая оральная регидратация или, сказать по-простому, обильное дробное питье. Детей лучше отпаивать компотом из сухофруктов. Взрослые с успехом могут использовать минеральную воду, но без газов. При болях в животе принимать исключительно спазмолитики. Никаких обезболивающих. Они могут смазать картину заболевания, за которой скрывается хирургическая проблема. Хотелось бы предостеречь еще всех, наверняка все видели рекламу, такие лекарственные средства противодиарейные, как лапирамиды и эмодиум. То есть при кишечной инфекции их нельзя ни в коем случае применять, потому что они блокируют защитные механизмы организма при кишечной инфекции. То есть, наоборот, все содержимое кишечника с бактериями или с вирусами, с воспалительным оксидатом должно выводиться из организма. Принимая лапирамиды или эмодиум, человек блокирует работу кишечника и все это остается в организме. Это, в свою очередь, увеличивает интоксикацию и может привести к кишечной непроходимости. Помните, если у вас или ваших близких поднялась температура, плохое самочувствие, боль в животе и диарея, не занимайтесь самолечением. Обращайтесь сразу к врачу. Врачи ответственно заявляют, отправляясь в отпуск, будьте осторожны, особое внимание уделяйте воде. Ни в коем случае нельзя полоскать морской водой рот и нос. Полезный йод находится далеко от береговой линии и в воде глубже двух метров. В теплой же морской воде прекрасно размножаются опасные бактерии. Не увлекайтесь экзотическими блюдами, смотрите сроки годности, употребляйте качественную питьевую воду. Помните, ваше здоровье – это ваш выбор. А мы дадим исчерпывающую информацию о возможностях системы здравоохранения в регионе. С вами был Алексей Старцев. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова ТОЧКИ ПРИЕМА РЕКЛАМЫ Вселенная возможностей для вашего бизнеса. Быстро нарезать овощи кубиками, натереть фрукты тонкой соломкой или кольцами – вам поможет универсальная овощерезка Найсер Дайсер Плюс. Этот уникальный прибор идеально подходит для фруктов, овощей, грибов и мяса. В комплекте шесть оригинальных лезвий для шинковки, два вида терок, контейнер для сбора. Всего за 1499 рублей. Заказ по телефону 55 48 55. Найсер Дайсер Плюс – ваш кухонный помощник. Недетская арифметика молодой семьи. Одноразовые подгузники. 990 рублей в месяц. 12 месяцев. На три года. Многоразовые подгузники «Конопуша». Сократить эти траты в 10 раз. «Конопуша». Экономично. Экологично. Спрашивайте в сетях аптек «Курганформация» и «Главаптека». Что самое приятное при продаже квартиры? Момент, когда вы получаете деньги. А при покупке? Когда вы получаете ключи и открываете дверь уже своего нового жилища. Получайте удовольствие от покупки, продажи и обмена недвижимости. А всю работу доверьте профессионалам. БК «Недвижимость». Единственная риэлторская компания в «Кургане», услуги которой сертифицированы. БК «Недвижимость». Красина 61. Телефон 411-511. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова